Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова Кафедра строительные материалы и технологии Лекция по дисциплине Контроль качества, обследования и испытания в строительстве На тему Основа реконструкции специальных сооружений Для студентов образовательные программы 6Б07304 строительство Лектор, ассистент Майкотова Камиля Конопиевна Измерение глубины коррозионных повреждений, несущих конструкций Следует производить непосредственно на конструкциях Отбор проб для проведения лабораторных исследований Высверливание отверстий Отбор стружки для анализа металла И другие работы Связанные с измерением фактических сечений конструкционных элементов Следует производить по согласованию со специалистами По проектированию конструкций При обследованиях конструкций действующих предприятий Каждый этап обследования должен завершаться Восстановлением эксплуатационной пригодности элементов конструкций Подвергавшихся обработке для перечисленных выше работ Перечисленные работы должны производиться С обеспечением неразрушимости эксплуатационной пригодности Конструкций на всех этапах обследования В процессе проведения специальных обследований конструкций И их элементов, недоступных для непосредственного осмотра и обмеров Необходимо обеспечивать доступ Конструкциям, замоноличенным в бетон По возможности, производя выборочное освобождение Их от бетонировки При наличии признаков Значительных коррозионных повреждений Растрескивания Потеков, ржавчины И так далее Конструкциям в грунтах Производя откопы На всю глубину, на которой находится сооружение А также отбор карт Из листовых конструкций Для обеспечения всестороннего доступа К изучаемым поверхностям В том числе К поверхностям в узких щелях и зазорах При сварке в нахлест Гибким элементам конструкций Подвергшихся видимому разрушению Или по косвенным признакам Потерявших частично несущую способность Чрезмерное провисание Обрыв отдельных проволок И прядей И так далее Снимая эти элементы Для подробного исследования Конструкциям подводных сооружений Обеспечивая возможность Проведения водолазных работ И при необходимости Отбора представительных образцов Для подробного исследования на суше Перечисленные работы Должны производиться После предварительных расчетов Несущей способности конструкции И если необходимо Осуществление временных мероприятий По их усилению Одновременно для последующей Разработки мероприятий По ремонту и восстановлению Защитных покрытий Проводят пробную очистку поверхности Конструкций от окалины, ржавчины Старых покрытий, жировых загрязнений И т.п. Механизированными или химическими методами Если работы по обследованию конструкций Определенных объектов Проводят в течение нескольких лет То рекомендуется включать в программу Обследований проведения Натурных коррозионных испытаний Образцов Из материалов, соответствующих материалам Обследуемых конструкций И из более коррозионно-стойких материалов Которые можно использовать При замене конструкций А также образцов С защитными покрытиями Соответствующими Примененными для Обследуемых конструкций И с более стойкими покрытиями Условия испытаний образцов Должны соответствовать Наиболее жестким условиям В которых Эксплуатируются конструкции Данной совокупности Продолжительность испытаний образцов Должна составлять Не менее полутора лет При этом должно быть Получено не менее 4 экспериментальных точек На разное время испытаний Определение среды эксплуатации Строительных конструкций Зданий и сооружений Обследованиями Выявляются основные источники Агрессивных воздействий На строительные конструкции Их вид Концентрация Температура Интенсивность И пределы распространения Устанавливать причины Выделения агрессивных веществ И составляется Перечень строительных конструкций Подвергшихся Воздействию данных Агрессивных агентов Установление Основных источников Агрессивного воздействия Рабочих сред следует Производить на основании Технологического проекта Технологических инструкций Технического задания На строительное проектирование Или по другим документам Выдаваемым Технологическими службами И службами эксплуатации зданий Сооружений Предприятий С учетом Фактической технологии производства И данных О нарушении Нормальной эксплуатации Конструкций Получаемых Во время Периодических осмотров Среда считается Агрессивной Если под ее воздействием Происходит Разрушение материала Агрессивность среды Определяется Тремя степенями И устанавливается В соответствии С положениями Норм В зависимости От ряда факторов Продолжение следует...